Сегодня в выпуске новый котел от Zota Zota Lava. Чем он отличается от своего собрата от Topol VK, разберемся, выясним и покажем вам. Здравствуйте! Еще не отгремел успех котлов Zota Topol VK, как уже на базе этой линейки построена полноценная линейка новых котлов Zota Lava. В линейке три модификации на 13, 17 и 26 кВт. Котлы Zota Lava отличаются от своих предшественников, от котлов, которые послужили, как говорят в самой компании, донорами для новой линейки. Лишь высотой Zota Lava выше на 5 см, чем Topol VK. Дополнительные 5 см поделили поровну между собой топка котла и зольный ящик. Топлива входить стало больше, поэтому и зольник нужен побольше. Ближайшим котлом для Zota Lava 13 будет Topol VK 17, для котла Zota Lava 22 Topol VK 26. Самому большому котлу Zota Lava 26 соответствует самый мощный котел Topol VK 32. Да, котлы стали чуть выше, но топки у них примерно одинаковые, а мощность стала меньше. Но именно поэтому продолжительность горения у Zota Lava выше, чем у Topol VK. Ну, конечно же, явное отличие этих двух котлов между собой – это наличие шуровочного механизма. Элементы шуровочного механизма, которые находятся непосредственно в топке, компания Zota решила сделать из аустенитной стали. Это та сталь, которая выдерживает продолжительное время высокие температуры и не боится прогорания. Но даже если кому-то чудесным образом удастся вывести из строя этот надежный механизм, его можно будет заменить, заказав на заводе дополнительные элементы. Как и у Topol VK, за продолжительность горения отвечают каналы подачи вторичного воздуха, которые находятся на тыльной стенке топки котла. Эти каналы равномерно подают воздух, необходимый для горения, всему топливу, уложенному по колосниковой зоне. Водонаполненные колосники выполнены из формованной бесшовной металлической трубы. Напходятся они под наклоном для того, чтобы не было застоя теплоносителя в колосниковой зоне. Все котлы Zota работают в системах отопления с рабочим давлением не более 3 атмосфер. Zota Lava также не является исключением. По логике у котла Zota Lava 13 должен быть примерно такой же теплообменник, как и у Topol VK 16. Но это не так. Котел сделан для того, чтобы было максимально удобно его топить углем и загружать максимально большое количество топлива. Поэтому сам теплообменник, двухходовой теплообменник, который находится в верхней части топки котла, он меньше по размерам. Это решение позволяет загружать больше топлива примерно на 25% по сравнению с аналогичным котлом в линейке Topol. Проем для загрузки стал больше. Топливо можно загружать практически под заявку. И при этом котел может работать в режиме поддержания тепла до суток. Загрузка больше, номинальная мощность меньше. Соответственно, котел может проработать на одной закладке топлива дольше. Ну, раз уж мы заговорили о номинальной мощности, то котел, конечно же, может работать и в режиме интенсивного горения. Это тот случай, когда высота слоя топлива, загружаемого в топку, не будет превышать 15-20 см от колосниковой зоны. Функционал котла, как в принципе и любого другого котла компании Zota, можно расширить, установив на него электрический тен. Но в эти котлы входят тены максимальной мощности 9 кВт. Также можно докупить регулятор тяги, подключить его в штатное место, подсоединить цепочкой к заслонке, которая находится на дверце ящика зольника. Ну и, конечно, у компании Zota есть очень интересное устройство, которое существенно облегчает работу с котлами, которые должны длительное время работать на одной закладке угля. Это приставка Turbo Set. Устанавливается она как на котлы топлива ВК, так и на котлы Zota Lava. Но этому удивительному устройству мы посвятим отдельный выпуск. Давайте подробно пробежимся по внешним элементам котла. Еще одно внешнее отличие у этих двух котлов заключается в том, что термометр для контроля температуры теплоносителя в котле находится уже непосредственно возле патрубка для подачи горячего теплоносителя. По идее, это сделано для того, чтобы еще больше повысить точность измерений. Загрузочная дверца с очень удобной ручкой. У Zota очень удобные ручки. Большой створ дверцы позволяет нагружать очень много угля. Шуровочная дверца, за которой находится чугунный отбойник, через который также можно протыкать топливо. И этот отбойник не дает высыпаться в углю, который уложен здесь. Шуровочный механизм между трубами водонаполненного колосника. Ну и, конечно, зольная дверца с поддувалом и большой ящик зольника. Ну и напоследок о комплектации котлов. В принципе, все то же самое, что и в тополе ВК. Кочерга, она же скребок для того, чтобы чистить котел. И брутальный совок, которым комплектуются котлы Zota. А вот патрубок со встроенным шибером исчез из комплектации котла. Ну вот, у компании Zota появился еще один котел, который может работать длительное время как на дровах, так и на угле. Единственное, что отличает их между собой, это, конечно же, наличие шуровочного механизма. Поэтому для работы на угле, конечно, будет предпочтительней Zota Lava. Но за удобство нужно платить, поэтому котлы Zota Lava стоят дороже своих предшественников. А вот сравнить цены на эти котлы и подробно изучить их конфигурацию и комплектацию, вы можете у нас на сайте fornax.ru. Там же на сайте вы можете подобрать все аксессуары для этих котлов и оформить покупку. Глядя на эти котлы, можно с уверенностью сказать, что у компании Zota появилось на одну линейку хороших котлов больше. Приятно, что есть из чего выбрать. Я думаю, что каждый найдет в линейке Zota то, что ему по нраву. Если у вас остались вопросы, обязательно оставляйте комментарии. Заходите к нам в гости в магазины Fornax в городе Новосибирске. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ведь о появлении всех новинок мы обязательно информируем наших подписчиков. С вами был канал Fornax Film. До новых встреч, друзья. Счастливо!